Всем привет ребят, с вами Колд. В сегодняшнем ролике хотел бы дать вам несколько советов по поводу успешного старта в Тарисленде. Надеюсь вам понравится, приятного просмотра. И по традиции начнем конечно же с выбора класса. Вообще я не тот человек, который рекомендует или сам выбирает класс, исходя из того, что говорят другие, исходя из каких-то топов, каких-то таблиц, статистик. Нет-нет-нет, мне кажется лучше брать тот класс, который нравится по внешнему виду, по механикам, по комфорту геймплея и уже из этого играть. Но тем не менее будут какие-то спеки, которые так или иначе будут брать больше в какие-то рейды. И на мой взгляд один из тех спеков, который обязательно должен быть в каждой рейдовой пачке, это Барт, именно Хилбарт. Потому что, как вы знаете, у каждого класса есть спецауры, у кого-то это ауры, которые дают несколько процентов дополнительных характеристик, у кого-то это ауры, которые увеличивают основную характеристику персонажей, а вот у Барда это аура, которая увеличивает на 5% максимальное хп всем, кто есть в рейде. Что на мой взгляд, наверное, одна из самых сильных, если вообще не самая сильная аура, которая есть. Так что в каждом рейде должен быть один Хилобарт и вполне вероятно, что вы займете его место. К тому же, сам по себе Хилбарт довольно-таки неплох. Это много точечных хоток, которые, ну в общем-то, вот так вот исцеляют ваших сопартийцев. Если говорить про других Хиллов, то Пристка это больше такой массовый Хилл, который поднимает всех-всех-всех персонажей, а Фантомный Некромансер это такой, на мой взгляд, Хилл, который еще и понемножку дамажит. Я там на нем немного поиграл на третьем ЗБТ, мне на самом деле не очень он понравился. Если говорить по танкам, то у нас Вар это такой танк-среднячок, у нас Кот это такой танк, который неплохо живет, но у него прыгает ХП, из-за этого Хиллы его не очень сильно любят. А Паладин это, грубо говоря, чуть ли не ультимативная машина, которая сама себя подхилить может, у которой куча щитов, у которой несколько игры. И, на мой взгляд, как раз-таки, если вы возьмете танка Паладина, то вы не прогадаете. К тому же, у него довольно-таки неплохой ДД-спек, которым можно играть и в ПВП. На первом ЗБТ я играл в ПВП, Паладина мне очень понравилась. И которым можно играть и в ПВЕ, я там тоже бегал на первых рейдовых боссиках на нем, мне тоже довольно-таки зашло. Так что Паладин, на мой взгляд, если вы возьмете, то вы явно не прогадаете. И по поводу того, какого ДПС взять, ну, тут сложно сказать, вот, бери прямо этого конкретного. Мне кажется, что здесь уже все будет решать то, насколько вы хорошо знаете механики боссов, насколько вы хорошо играете, держите ротацию, нравится ли вам тот или иной класс. Но, как обычно, берешь какого-нибудь рейджевой класс, у которого скиллы кастуются инстантно, и тебе будет просто комфортнее играть. Берешь какой-нибудь милишный класс, и тебе нужно больше знать механики, тебе нужно лучше отыгрывать. Так что, ну, тут уже смотрите сами, кому что нравится. Я потестил Рогу, мне кажется, Рога, это один из самых дамажных классов. Но, опять же, он милишный, он плохо живет, и, в общем-то, будем посмотреть. Следующее, о чем нужно сказать, это выбор гильдии. На мой взгляд, упарываться и собирать прям КПшку куда-то вступать особо нет смысла, потому что, как показывает опыт, КПшки, которые формируются до старта, максимум через неделю разваливаются, а иногда они разваливаются первые несколько дней. Да и к тому же, если вы вступите в какую-то более-менее крупную гильдию, в которой будут активности, то и КПшка вам будет не нужна. Но вот как раз-таки вступить в гильдию, которая активная, в которой ходят на все активности, это прям must-have, если вы собираетесь нормально играть проект. Так что, здесь вы, собравшись в гильдию, сможете и пофармить БГшку с дополнительными бонусами, и закрыть в первых числах одними из первых какие-то рейды. Так что, вот как раз-таки вступить в гильдию обязательно. Я не открою вам секрет, если скажу, что в описании будет ссылка на крупный русскоязычный сервер по Торисленду, вступайте туда, чекайте раздел с гильдиями, и кого-то здесь явность для себя найдете. Я общался с Гейлом Лайтвинов, ребята адекватные, так что можете вступить к ним, но не говорю. То есть, гильди, которые крупные, которые явно в них хорошие офицеры и хорошее активное сообщество, их здесь много. Так что, выбирайте сами уже там из отзывов, из того, кто как общается. Следующее, о чем хочу сказать, это быстрая прокачка. В целом, как вы знаете, в Торислендер прокачка лимитирована по дням. В первый день ты докачиваешься до 20 уровня, второй до 30 и так далее, далее, далее. Ну, в общем, где-то через неделю только ты сможешь фармить там первые рейды, первый хай-энд контент. Я вам предлагаю прокачать сразу несколько персонажей, потому что, как минимум, первое время от вас слишком много времени требовать не будет. Вы пройдете первым, выучите какие-то квестики, на следующих вы будете проходить уже быстро-быстро-быстро. Зато потом, когда вы дойдете до хай-левела, вы уже точно определитесь, какой вам спек больше нравится. И там уже в будущем будете на нем как раз-таки и играть. По поводу быстрой прокачки, здесь прям, как таковых советов дать довольно-таки сложно. Ну, как можно раньше, как можно быстрее обращайте внимание на то, какой у вас гир падает в сумку. Надевайте на себя новый гир. Начальную касс-сцену, какие-то еще дополнительные касс-сцены, дополнительные вот эти вот инстанциальные типа ивенты. Можно скипнуть. У вас над значком с квестами появляется значок со скипом. И там самое-самое начало, самую обучалку можно скипнуть и выиграть себе дополнительные 10 минут на персонажа. Что там, если вы скипаете сразу 3 обучалки, вам дополнительно будет плюс полчаса. В принципе, немного, но вкусно. Так что, просто бегаем, делаем квесты, все выполняем. Опять же, если вы сделаете 3 персонажа, ну, по крайней мере, на мой взгляд, этого минусом не будет. Вы все протестите и в будущем, через неделю, уже поймете, хочу я играть на таком-то персонаже, на таком-то спеке и будет ли мне это нравиться. Итак, следующее, о чем я вам расскажу, это мое самое-самое нелюбимое занятие вообще во всех MMORPG, но об этом сказать явно нужно. Это профессии. На данном моменте у нас есть всего лишь 4 профессии. Это кузнечка, ювелирка, портяжка и алхимка. После последних изменений с монетизацией, которые нам долго релизили, рассказывали, о которых я освещал на канале. После изменения аукциона, продажи. Продажи предметов с проф отходят на второй план. И, скорее всего, эти же предметы продавать особого смысла нет, потому что их намного проще будет выбить из инстов или из рейдов. А вот алхимка, она всегда остается актуальной. То есть здесь у нас тоже есть какие-то расходники, сумочки, что-то приятное, что-то полезное, что так или иначе будет продаваться. Но алхимка, она как будто бы остается наиболее популярной, потому что здесь у вас и всякие зелья на отхил, и всякие забафы, и руны, и куча всего, куча полезного. Так что если пытаться заработать на профессии, на мой взгляд, самый-самый топ, это вот как раз-таки алхимка. Теперь, какая система? У меня, в принципе, есть ролик по поводу профессий, ссылка будет в описании. Но это ролик еще с самого первого теста, то есть какая-то информация там будет устаревшая. Но, тем не менее, для того, чтобы разобраться, его и хватит. У нас здесь есть система очков работы, соответственно, у нас регенится одну очку работы раз в 15 минут. И если вы хотите прям-таки зарабатывать, развивать профы, то вам необходимо все эти очки работы как можно быстрее сливать. То есть зашли в игру, сразу слили всю свою бодрость, поиграли, 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 к вечеру у вас там опять бодрость накопилась, опять слили. Проснулись утром, там заходите в следующий раз в игру, опять все это сливаете. Кроме этого, есть такая фишка, как месячный билет. Месячный билет предоставляет кэшбэк. Каждый раз, когда вы тратите 100 очков работы, 10 очков работы, он вам возвращает. То есть вы будете получать на 10$ больше. Месячный билет продается, его можно купить и за голду, его можно купить и за реальные деньги. Если что, в магазине Палатка Шоп он продается за 600 рублей. Вы за это будете получать вот как раз-таки все эти плюшки. Вы будете получать 10% очков работы, плюс 40% за еженедельные активности. Вы будете получать дополнительную репутацию при прокачке на различных локациях. Получите немножко голды, ну и там немного плюшек, там немного плюшек. И вкупе получается, что на те же 600 рублей это очень-очень-очень приятно. Если что, магазин Палатка Шоп это магазин, который занимается донатами в Торисленде еще с самого первого ЗБТ. И рекомендовать его мне будет не стыдно. Ребята занимаются донатами в Торисленд, в Геншин Импакт, в Паба Джи, в Хардстоун, ну и разными там сервисами понемногу. Что-то там в Телеграм Премиум, что-то там в Дискорд Премиум, Дискорд Нитро и всякое-всякое разное. Быстрая доставка, дешевые цены, рекомендую, погнали дальше. По профессиям вроде как все. В тот момент, когда вы подумаете, ну вот, я уже прошел все ежедневные активности, уперся в этот самый непонятный гадкий кап, вспомните о том, что в игре есть достижения. И что то время, когда вы уже не можете прокачиваться, это прекрасное время для того, чтобы начать выполнять достижения, которые вам доступны по уровню. Потому что когда вы там пройдете с какого-то инста выше, и в принципе все игроки пройдут с этого инста на инсты выше, найти пати вот как раз таки в предыдущий инст, где вы не закрыли ачивку, будет намного сложнее. А достижения это прекрасный источник опыта в боевой пропуск, прекрасный источник дополнительного серебра, немножко дополнительного золота, в общем, достижения это очень-очень вкусно, это очень-очень полезно. Там немножко подхаботили, там немножко подхаботили, прокачались, подкачались, прокачались, подкачались. Опять же, все вот эти достижения, которые здесь у нас есть, это далеко не все подарки, которые вы получите в ходе выполнения этих достижений. Потому что вы знаете, что у нас есть боевой пропуск, вы знаете, что у нас есть различные вызовы, всякая фигня, за которую вам, как и во всех мобильных, полумобильных ММОшках и различных играх, будут насыпать по чуть-чуть, по чуть-чуть, вроде как незаметных, но все-таки полезных плюшек. На втором ЗБТ нам представили такую систему, как камень начертания, тогда энергию для этого камня можно было купить в игровом магазине, на аукционе, и, ну, лично на мой взгляд, и на взгляд многих людей из комьюнити, это как раз-таки было первым Pay2Win'ом в Таррисленде. Но разработчики обратили на это внимание, выпилили энергию камня начертаний из продаж на аукционе, так что Pay2Win'а как будто бы и нет, тем более, что этот камень, в общем-то, и не работает еще и в PvP, так что это чисто PvE-фича. Но, тем не менее, сказать о нем нужно. Первое, что хочу сказать, это то, что вам не обязательно фокусироваться на вот этих проходных узлах, их можно вкачать в единицу и фокусироваться на ядрах, потому что они дают куда большее преимущество, куда большее бонусы. И после того, как вы уже вкачаете ядра, можно там смотреть по характеристикам, что вы хотите вкачать. Второе, это фарм песка, потому что вначале его будет, вам нужно будет его как можно больше-больше прокачать, как можно больше нахабатить в кратчайшие сроки, и вот как раз об этом нужно поговорить. Первое место, где вы можете его фармить, это вторжение тьмы, у меня сейчас они не закрыты, у меня персонаж 20 уровня, так что мне еще пока рано. Это первый день, первый день с релиза в Китае. В общем-то, приходите, закрываете разломчики, закрываете, убиваете боссиков, за это получаете ачивки, оттуда получаете порошок. С этим как будто бы ничего сложного. Следующее далее, о чем нужно сказать, это руководство судьбы. Вам доступны вот такие вот квестики, вы их выполняете, получаете очки активности, за которые вы как раз таки и лутаете вот этот самый порошок камня начертания, за который вы там полутаете немножко голды, и что немаловажно, за которое вы получаете опыт в боевой пропуск. Потому что в боевом пропуске также фармится порошок начертания, также фармится дополнительное серебро, и все-все-все. Есть и премиальная ветка боевого пропуска, которая там стоит 3000 рублей что ли, как раз таки в магазине палатка шоп. Но здесь у нас есть из полезного голда, а кроме этого полезного как будто бы ничего и нет. Основная фишка боевого пропуска, это вот как раз таки порошок начертания, а он фармится в бесплатной версии. Далее у нас есть мировой зал, это такая башня, где вы убиваете первого босса, проходите, увеличиваете его в сложности, убиваете второго босса, получаете за это дополнительные награды, и вот как раз таки отсюда и лутается вот этот самый порошок. Ну и третье, это то, чего вы отсюда пролутать не сможете, чего вы отсюда посмотреть не сможете, это ранг сезона, где вы приходите, тоже выполняете дополнительные определенные задания, некоторые из них повторяются, некоторые из них именно сезонные задания, которые можно выполнить один раз на сезон. Ну в общем вы их выполняете, лутаете отсюда дополнительный порошок, опять же есть и другие плюшки, где вы лутаете расходку для пвп, есть и плюшки с вот как раз таки профами. В общем-то об этом тоже забывать не стоит, это тоже фармить необходимо, и порошок поначалу, поначалу, это огромный буст, который будет вам помогать, если вы хотите закрывать как можно быстрее рейды и быть полезными в рейдах. Ну и на этом в общем-то все, любите маму, пейте побольше жидкости, с вами как всегда был Колд, спасибо за ваши лайки, пока.